В последние годы большое внимание уделяется экологии, в частности уборке территорий вокруг озера Байкал и не только. И сегодня мы поговорим об экологии, обо всем этом с руководителем, с лидером движения КВН Республики Бурятия и создателем проекта «Мусор из головы» Чингисом Болотом. Чингис, здравствуйте. Добрый день. Чингис, ваш проект «Мусор из головы» стал победителем всероссийского конкурса грантов, да, так понимаю? Фонд президентских грантов. Мы много разных конкурсов выигрывали, в том числе как лучший пиар-проект в плане продвижения социальной мысли на территориях Дальнего Востока. И у нас есть много разных отдельных подпроектов, которые добивались успехов. Основная суть, конечно, это не выигрывать вот эти вот какие-то конкурсы. Основная цель – это с помощью этих конкурсов донести нашу мысль там, да, то есть, и мы что-то вроде краш-теста, да. Ну и главное, конечно, для чего это мы делаем, это чтобы Байкал был чище, чтобы мы начали воспитывать экологическую культуру в нашем населении. А вот вообще как родилась идея, вот когда ты увидел, что действительно необходимо создать подобный вот проект, чтобы вот как-то убраться, скажем так, да, и сделать территорию вокруг себя чище? Она постепенно приходила мысль. Первым мы, я уже, наверное, с 2008-2009 года каждый год выезжал на Байкал и проводил акции по уборке мусора. Это акция «За чистые берега Байкала». Мы вывозили большие группы там, от ста человек и даже больше, убирали территории какие-то. Ну, так получалось, что приезжая, ну, через несколько лет на ту же территорию, мы снова убираем почти такой же, если не больше, объем мусора. И начинает приходить понимание, что, в принципе-то, да, старая мысль, там вот это, что чисто не там, где убирает, там, где не ссорит. И эту мысль вроде бы все знают, но мы почему-то не можем воспитать вот это начальное образование экологии, да, заставить людей мыслить так, чтобы они просто не оставляли мусор, чтобы они просто следили за судьбой того, что они приобрели и купили, да, потому что почему-то многие думают, что вот я купил любой товар и все. А дальше я его использовал, этот товар, дальше моя ответственность заканчивается. А многие его оставляют, видят, кучка мусора там вдоль дороги. А, ладно, я тоже положу. Кто-то же должен приехать, кто-то же должен его убрать. И в этом заключается основная ошибка мышления нашего населения, что у нас все время есть кто-то, обязанный за вами убрать. И это в корне неправильно, потому что мы понимаем, что республика бюджетная, 300 тысяч человек за один уикенд посещает озеро Байкал. То есть это колоссальная нагрузка. А инфраструктура на всю эту территорию, она, естественно, рассчитана, в первую очередь, исходя из налогов того населения, которое проживает на территории поселков. А поселки там 8 тысяч, 3 тысячи. И эти люди платят инфраструктуру для обслуживания 200-300 дворов, может быть, да, там 400 дворов. Но не как на вот эту всю территорию. Поэтому мы, конечно же, не справляемся с теми объемами мусора. Поэтому местные хозяйствующие субъекты, они не могут просто иногда успеть за неделю вывести то количество мусора, которое привезли люди отдыхающие. И здесь, конечно же, обращение просто людям, которые приехали на машинах, ну, везите вы на этой же машине. С собой то, что привезли. Да, с собой то, что привезли. Мысль простая, и она, в принципе, выражается там, слоган есть такой интересный. Принес, унеси, да, там, ну, это касается своего, да, не оставь след на природе. И раньше в советское время умудрялись так отдыхать. Не хочу превратиться вот этого в дедушку. Вот там, вот тогда, да, тогда это получалось. Поэтому, да, сейчас, к сожалению, вот из-за такой нагрузки и из-за такой безответственности возникает, конечно, и произносится вот эти мысли, а давайте вообще не будем никого пускать на Байкал. За вот это все время, то, что вы убираете, да, за другими людьми, какой мусор в основном встречается и по какому образу, каким образом вы отбираете те или иные территории, которые необходимы для посещения вашего десанта? В первую очередь, у нас эко-просветительский проект. То есть мы, в первую очередь, говорим о том, что мы не уборщики. За кем-то. Да, за кем-то. И мы едем туда для того, чтобы показать пример, что можно территорию легко облагородить. Мы показываем, вот этот эффект приезжаем, там, человек 15-20 группы, и, казалось бы, загрязненная территория, ну, ее за два-три часа вполне реально облагородить. Не требует больших вливаний, каких-то там... Личного участия. Просто личного участия там. Теперь, касаемо выбора территории, соответственно, мы тоже стараемся выбирать территорию, которые не относятся к коммерческой собственности, к собственности каких-то предприятий и организаций, которые должны нести ответственность свою, как хозяина, да, за уборку своей территории. Но, в принципе, я вам скажу так, что большинство предпринимателей в Бурятии, они как раз-таки являются примером порядка. Потому что вот на их территориях, в принципе, всегда порядок. Если это успешный, нормальный предприниматель, действующий там. А есть такие, конечно, предприниматели, которым очень трудно вести там и собственный бизнес и так далее. И, естественно, у них отсюда и возникает вот этот беспорядок там рядом. То есть это вообще взаимосвязано рядом. То есть беспорядок в голове, да, собственно, и наш проект «Мусор из головы». Мы говорим о том, что надо нам, населению, вот научиться, в первую очередь, расставить конкретно понимание, что да, мы должны нести ответственность, в первую очередь, за себя, как за общество на тех территориях. И мы вот убираем вот эту общественную территорию. Но бывает так, что нас просят убрать территорию, которая является, ну, там, относится к бурприроде, там, изучаем вопрос, почему они нас попросили. Мы приезжаем, смотрим, да, действительно, это территория, где работает один лесничий на, там, береговую линию в несколько десятков километров. Он пенсионер, он там просто физически, он просто не успевает это все сделать. И, естественно, ему требуется какая-то помощь. И мы сразу предупреждаем волонтеров, говорим, мы вот едем на территорию вот такой-то организации, и там работает такой человек, нас попросили. Мы стараемся максимально быть честными с волонтерами, потому что, я считаю, они, во-первых, должны знать, что они делают и какой эффект от этого происходит. От этого, кстати, и зависит эффективность труда. К волонтерам и к людям, которые принимают участие в ваших акциях, мы еще вернемся. Вот касаемо мусора, какой основной мусор приходится убирать? Мусор всегда разнообразный. Каждая свалка уникальна вообще по-своему, я так скажу так, да. Потому что, ну, это отражение того общества, сообщества, которое проживает рядом. Илья отдыхала там. Когда мы ликвидируем какую-то свалку, я примерно по предметам составляю портрет тех, кто отдыхал. Что они ели. Естественно, в первую очередь, это алкоголь. Все бутылки стеклянные, пластиковые, все упаковки, там, как-то сопутствующие товары. Шоколад, чипсы. Да, то есть это все всегда как-то завязывается, там все мешается. Очень неприятный и очень в большом количестве трудно собираем мусор. Это мелкий мусор, это окурки от сигарет, это очень неприятный мусор. Влажные салфетки. У нас вся, ну, как назовем это, береговая линия. Береговая прибрежная зона. Прибрежная лесная зона, она вся усыпана вот этими салфетками. Многие думают, ну, что салфетка влажная, но это же из пластика создано. Естественно, это не разлагается. На такие свалки как раз-таки стараемся не допускать к уборке детей, там, и так далее. Мы говорим, ну, если уж кто-то захотел, это все-таки ликвидирует на их пути это встало. Ну, используйте тогда там палочки, там, китайскими палочками, там, стараясь не соприкасаться. Мы подробно проводим инструктаж и расскажем, что нужно делать. Ну, и касаемо мусора, да, самая необычная история, это когда населенного пункта, там, ну, 30 километров, там, примерно 30-40 километров, и там стоит такой унитаз, как в квартирах. Вот зачем они увезли нами? Зачем ты душ? Что руководство вот этих человек, который привез унитаз? Бывает так, что привозят, ну, видимо, порадоваться, там, и хорошо отдохнуть, такой диванчик прям крутой, там, и понимаешь, что, ну, люди сидели, радовались жизни, говоря по-нашему, кайфовали, да, то есть диванчик, следы от колян, там, еще, и, ну, естественно, диван они с собой не увезли, то есть, ну, при этом хватило сил привезти, притащить. И мы его разбираем, и понимаем, это тяжело было, то есть люди приложили усилия, чтобы привезти, установить, да. Поэтому, да, мусора очень много, и, к сожалению, часто бывает так, что его, ну, намеренные, говорят, намеренные убийства, да, то есть здесь намеренное замусоривание происходит, часто бывает такое, да. Помимо волонтеров, кто принимает участие в акции, и как можно стать участником подобного десанта? Помимо волонтеров у нас принимает участие много, ну, вообще все те, кто в итоге оказывается в акциях, скажем так, сразу, мы их называем волонтерами, потому что мы никому не платим денег, и эти люди все являются, ну, носителями идеи, чтобы нам было приятно и не стыдно отдыхать на своей территории, на озере Байкал, да, и не стыдно было перед другими потомками. Поэтому это все, в основном, конечно же, разновозрастные, из разных профессий, прям вообще разнополые, вот знаете, главные неравнодушные люди. Но это как, вот знаете, как в борьбе с ковидом, да, то есть мы вот эту мысль должны посеять хотя бы в 20-30% всего общества, и тогда появится общественный иммунитет к тому, чтобы не позволять остальным поступать плохо по отношению к Байкалу, то есть оставлять мусор. Вот местные жители вот видят, приехал такой десант, помогают как-то, или стоят, смотрят, наблюдают? Всегда это отдельная история, мы несколько раз проводили такие, ну, прям камера скрыта, сзади идет человек, мы запускаем волонтера, и я понимаю, что очень часто это зависит еще от харизмы волонтера. То есть бывает так, что вот идут ребята, убирают, и многие их воспринимают, ну, как уборщиков пляжа там, то есть они идут, убирают, ну, и ладно там. А бывает так, что идет там, ну, допустим, девушка, волонтер красивый, да, там, все, там, молодые люди, естественно, вам помочь, там, ну, начинается вот эта вот работа флюидов, если вот, да, то есть начинают там к ней как-то больше внимания проявлять и хотят присоединиться, да. Были случаи, когда нас игнорировали, ну, и были случаи, когда начиналась такая прям приятная картина, присоединение людей к действию нашему. Ну, вот я где-то вот год назад, наверное, читал на одном из пабликов в социальных сетях о том, что люди жалуются на недостаточное количество мест сбора мусора на Байкале, вот в частности, на тех же, около тех же пляжей. Так ли это на самом деле? И вообще, на твой взгляд, вот помимо, вот, скажем, вот этой ответственности, да, экологической и лично человека, что может помочь решить ситуацию? Инфраструктура, да. Конечно, не так хорошо развита, как это необходимо было бы, но мы понимаем, что за каждой мусоркой, за каждым контейнером, мусорным контейнером, да, у нас сразу же складывается история. История состоит из того, кто будет обслуживать этот контейнер, сколько раз на дню, куда он будет вывозить, и это же, это все средства, это все деньги. То есть, это должны откуда-то браться. Либо региональные власти, муниципальные власти, либо ответственные за территорию, ответственные за территорию организации. Либо мы, как в Краснодарском крае, платим сборы, туристические сборы, да, то есть мы, люди, должны платить вот эти туристические сборы, у нас их пока нету. И в этом плане у нас такой дикий, дикий, дикий Байкал, да, назовем это так. Люди и не платят, и не несут ответственность, то есть, ну и при этом хотят, чтобы все было хорошо. Ну, нам надо понимать, хотим, чтобы было хорошо, должны сами проявить что-то, да. Теперь по поводу контейнеров, прямо на берегу озера, я противник вообще этих контейнеров, потому что они не должны там находиться, потому что это главный магнит для всего мусора. Еще раз повторяю, что его должны кто-то, кто-то обслужить, да, следить, но его не будут обслуживать более, там, одного раза в день хотя бы, да. В один раз в день это и то хорошо было. Это и то хорошо, но за день я очень много раз видел, что он просто переваливается, и тут что происходит? Ветер, а на Байкале ветра, они всегда там появляются, их много, ветер начинает разносить этот мусор, который не попал в основную емкость контейнера. Птицы прилетают, животные, там, все это начинает, естественно, ну, очень неприятно выглядеть, и мы должны понимать, что контейнер должен обслуживаться хорошо. Хорошо, качественно и вовремя. Вовремя, да. Соответственно, если он так не обслуживается, то нам надо его хотя бы убрать подальше от береговой линии в те места, куда, во-первых, легко доехать, они должны быть еще и оборудованы там по всем требованиям. Вот, поэтому я против. Более того, есть такой пример, в Японии вообще на памятниках природы отсутствуют контейнеры, а не всю ответственность на гражданина... Посещающего эти памятники. Да, да, да. И человек, который идет, он даже курит, человек, у него есть с собой такой вот, как портсигары были, у него есть специальная такая коробочка, куда он на курки складывает и уносит с собой. И дома оставляет и платит потом деньги за тот мусор, который он произвел. Но у нас, к сожалению, ну не так. Ну что может помочь в решении проблемы, на твой взгляд? Мы сейчас должны все, начиная от малого до великого, хотя бы начать показывать собственный пример. Заботиться о том, что после нас ничего не осталось, вывести этот мусор, задумываться, куда это уходит, как это уходит, хотя бы начать себя. Я не призываю сейчас начинать ехать и контролировать, говорить, а вы там набросали мусор. Не вступайте в конфликт, просто хотя бы следите за собой и за своим микроокружением, за своей семьей, за своими друзьями, с компанией, к которой вы приехали. И тогда будут происходить вот эти изменения. Потому что все начинается с нас. Пока мы сами не начнем, никто там... Ну, конечно, можно сделать, как в Сингапуре в свое время, там у них же самые, как раз для примеров, самая частая страна, которые показывают и рассказывают, у них самая чистая территория. 500 долларов штраф, окурок бросил, жвачку бросил тоже 500 тысяч долларов. Но правда, чтобы этого добиться, вот этой чистоты, они, говорят, позволили полицейским бить граждан. И потом рассказывать, за что их били. Вот. Но я сейчас не говорю, что нам надо так же делать. Но я просто говорю, что не... И у них это не сразу получилось-то. То есть им тоже это трудно удалось. И нам надо сделать усилие. В сегодняшний век большое влияние имеют социальные сети. Снимаете вот ролики, выкладываете их в социальные сети. Какие отзывы собираете? Поначалу были такие отзывы, когда мы снимали ролики, о смысл, о толку и очень много такого пессимистичного почему-то. То есть у нас любят инициативу сразу же осуждать. И мы столкнулись с таким почему-то сопротивлением. А зачем вы убираете? Зачем вы это? Это же должно государство убирать. Ну и еще раз повторяю, они государство не уберут, не смогут. За каждым. За каждым, да. Сталкивались с этим. Но было вот благодаря соцсетям, мы как раз таки создали наше микросообщество. То есть появилось очень много единомышленников, которые, в принципе, ну знаете, они, люди, и были неравнодушны. Но когда он один идет, говорит, ну давайте, я не оставлю мусор, на него люди смотрят, и говорят, ты что, дурак, сумасшедший. И тут мы произносим эти мысли, они созвучны, и человек понимает, что да, нормально. Ну у нас есть такой волонтер, Алдар, он присоединился, он говорит, я вообще рад. И мы в этом плане стали единомышленников собирать, и создаются такие ячейки, которые у себя на местах убирают, и они понимают, есть точно такие же люди, как и мы. И в этом плане соцсети, это прям круто. То есть мы находим друзей. Чингис, спасибо за содержательную беседу. У тебя есть возможность обратиться к нашим зрителям, к людям, которые смотрят наш телеканал, с каким-то посланием о сохранении нашего родного края. Самое главное, да, я хочу сказать, лето у нас короткое, но за это лето мы успеваем такой след оставить, так много сделать того, о чем мы потом будем жалеть. И поэтому я вас всех прошу быть неравнодушными, понемножку начинайте прививать себе эко привычки, то есть делать так, чтобы просто вы не оставляли мусор, мы не призываем вас к чему-то большему. Ну, следите за собой, и давайте сделаем так, чтобы наш Байкал остался нашим детям, внукам чистым, и чтобы нам не было стыдно за то, что мы его взяли вот в какой-то момент и упустили вот этот момент. И сделать так, чтобы в итоге туда нельзя приехать. Поэтому наслаждайтесь Байкалом, берегите его, и самое главное, гордитесь им. Еще раз, Чингис, спасибо. Уважаемые телезрители, напомню, что это была программа Манэ Сак, и сегодня у нас в гостях был автор проекта «Мусор из головы», лидер КВН движения Республики Бурятия Чингис Болтов. Ну, а меня зовут Батор Ламбаев, я с вами прощаюсь. Всего вам доброго и до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok